Значит, вы всё это время здесь спали? Ага, мы ушла прямо после обеда. То есть вы ничего не знаете про убийство? Чего? А, убийства нет, я типа вообще не в курсе. И кого там убили? Всем привет! Вы на канале Диуфплей, и сегодня мы будем продолжать проходить... И Феникс орает о правосудии для всех. Так, не забываем пошлёпать мой лайк, написать свой комментарий. Ну и погнали! В прошлый раз мы уже изучили комнату, и сегодня давайте... Покажем ей мой значок. Молодой человек! А? Мы... Мы бы хотели начать ритуал в три часа. Вы не возражаете, если я приступлю к подготовке? Да, конечно, без проблем. Интересно, в Радуфа и все такие странные? Похоже, что да. Ты смотри. Ладно, покажем это. Ладно, ладно, я понял. Она злая. Давай поговорим. Скажите, а почему вы зовёте Майю Мистичной? По-моему, это немного странно. Молодой человек! Да! Как вы смеете проявлять такое неуважение к Мистичной Майе? Прошу прощения! Это её официальный титул, и вы обязаны его использовать. Ладно. Так вот, насчёт титула Мистичной Майи. Эмм... Всё дело в родословной. В каком смысле? В Мистичной Майе течёт кровь мастера. Теперь она единственная наследница. Единственная наследница? Что всё это значит? Мистичная Майя. Последняя полноправная наследница... Курейнской техники призыва. Вот как. А какова ваша роль во всём этом? Здесь всё немного сложнее. Хоть я и ношу ту же фамилию. Моя семья лишь побочная ветвь семейного древа. В каком смысле? Побочная ветвь. В самом буквальном. Мастером может стать только прямая наследница. Для представителей побочных ветвей, пусть даже самых сильных, путь закрыт. Самых сильных? Вы имеете в виду себя? Нет, к моему глубокому стыду. Я обладаю лишь каплей духовной силы мастера. Вот оно значит как. Значит, сегодня будет её первый сеанс? Верно, молодой человек. Обычно душа погибшего в дорожной аварии очень сильно. И её довольно просто призвать в наш мир. Это хорошо... Наверное. Сеанс будет проходить здесь, в зале для призыва духов. Как вы видите, я подготавливаю всё необходимое. Ты стоишь и пьёшь чай! Расфуфыренная мандала. Значит, в этой комнате призывают духов. Да, здесь медиумы общаются с душами, которые покинули наш мир. Вы же не против, если мы останемся тут и посмотрим... Не смейте даже думать о такой чепухе! Здесь могут присутствовать только медиум и её клиент. Понятно. Освечать посторонних в тайны нашей техники строго запрещено. Раньше Майю это никак не останавливало. Это для вашего же блага, молодой человек. Сеанс может пойти не по плану. Поэтому во время проведения ритуала дверь плотно запирается. А, так вот, зачем на ней замок? Скажите, молодой человек, вы уже познакомились с Камилой? Камилой? Милое невинное дитя. Познакомился. А, вы про ту чудную. Она моя дочь. О, прошу прощения, что перебила. Вы что-то хотели сказать? Да, говорю, дочка у вас просто чудо. Нет сильнее души, чем та, что не испорчена тьмой внешнего мира. Поэтому я прошу вас не искать и с ней встречь, молодой человек. Но она и так сама от меня убегает. Настоятельно советую принять мою просьбу во внимание. Ладно, ладно, я понял. Так, ну мы с ней поговорили, изучили, показали. Чё дальше-то? Куда идти? Эй, шо, стрела, а ну-ка, погодь. Мне надо с тобой потолковать. М? Да более знакомый говор. Горлянкам своим не верю, да это ж сам веник сарай. Как дела-то твои горемычные год уже не виделись. А ты... Дебри волосы. Ты Дебри волос, верно? Бинго! Единственный неповторимый паранормальный фотограф Дебри волос. А, так ты снова тут за этим, в плане с зафотками. Ну так. И сегодня я, наконец, добуду настоящую сенсацию. Вот увидишь. Ой, что-то мы заболтались. Скоро же начнётся ритуал. Как? Уже пора? Пошли скорее в зал для медитации, а не то всё пропустим. Ну, чего ты встал, как вкопанный? Пойдём. Ну, сказали же нельзя. Дебри волос. Хоть я и припомнил ей те времена, когда мы были врагами. Под конец мы всё же успели сдружиться. И это самое важное. Блин, ну пошли, как она говорила. Зал для медитации. Мы готовы начинать. Мистичная моя, дорогой гость, прошу проследовать в зал для призыводухов. После сеанса все эти журналюги наконец заткнутся раз и навсегда. Слышите? Больше им ничего про меня не наврать. Скоро они будут выпрашивать у меня прощения. О, как я этого жду. А вы, мистер Райт. Я от... да, конечно. Жду не дождусь. Его чё, хлопнут? Мистичная моя, ключ от зала у тебя? Да, вот он. Замечательно. Второго такого ключа нет. Так что смотри, чтобы с ним ничего не случилось. Не волнуйтесь, тётушка Моргана. Он не потеряется, обещаю. Всё готово, доктор Скельп. Можем начинать. Наконец-то! Вперёд! Щёлк. А вам предлагаю подождать их здесь. Отведайте пока наш зелёный чай и клубничные пирожные. Таких больше вы ещё... Таких больших вы ещё не... На-ну-ка, стоп, бабуля! Бабуля? Чей-то нас туда не пущают! У вас очень впечатляющий английский, мадам. Где вы его учили? Чего? Да я к вам из самой глубинки прикатила! В самом деле, тогда извольте вернуться обратно в эту вашу глубинку. А, в смысле? Вы гости деревни Курейн. Если вы отказываетесь чтить наши правила и обычаи, то вам здесь не место. А-а-а-а-а-а-а! Звук шёл изнутри зала для призыва. Бах! Да это же выстрелы! Что, простите? Я уже слыхала такие звуки! Там кто-то стреляет! Клянусь шевелёрой! М-майя! Там же Майя! Э-э-э... Сохранится. Спросите Моргана. Мисс Фэй, что нам теперь делать? Да чё ты дрожишь, как осеновый лист? Хорош тормозить вас, иди уже эту дверь! Но ключ! Мистичная Майя забрала его с собой другого ключа, нет? Даже я не в силах открыть эту дверь. Чёрт, значит без вариантов, ладно. Отойдите в сторону, я попробую её выломать. Стойте, прошу вас, это безрассудство. Ну, наконец-то стал мужиком, Рэй. Бам! Бам! Хрязь! Д-доктор Скильп! Щёлк. Я... Я... Меня... Меня... Убили. Э-э-э-э-э-э! М-Майя? Этот человек убил меня. Поэтому я убила его. Что? О, щёлк. А-а-а, в неё вселилась. Да, приношла время. Ты чего, лучше момента для фоток не найти? А теперь поясни, что за жуть тут творится, кто вообще это? Майя? Скорее уходите. Я возьму ситуацию под контроль. Бегите наружу и вызовите полицию. Но! О, быстрее, пока жертв не стало больше. Хорош тормозить, побежали уже, бабуля всё разрулит. 19 июня, деревня Курейн. Мобильный здесь не ловит. Значит, придётся звонить в полицию по телефону из будки. Ну, чего там? Они уже в пути. Славно, да, вот тебе и увидала загадочный феномен. Она вся как на иголках. Не могу её винить, я и сам до смерти напуган происходящим. Самое время показать значок. Купы, кажется, всё же на подходе. Так что ты иди осмотри место убийства, да, пошустрей? Да, надо бы. Не пофиг. Что ты видела? Слух, Райт. Эй, девчушка, Майя. Она же... Это ж не она его кокнула, так? Ах, да. Дебри же не знает, что во время сеанса Майя приобретает внешность вызванного духа. И всё же их ведь там внутри было двое. Значит, кроме неё больше некому? Типа того. Добре, что тебе известно о докторе Скельпе? Не так уж и много, но я чутка покопалась. Репутация у этого дядьки невесёлая. Правда? Не, я слыхала, что он хороший врач и всё такое, но личность у него... Иные тараканы поприятнее будут. На меня он произвёл такое же впечатление. Тиран местного разлива. Чуть что сразу орёт дурным голосом. Что на персонал, что на пациентов. Долго на него не проработаешь, зуб даю. Понятно. Ладно, тогда идём обратно. Особняк Фэй зал для медитации. О, мистер Райт. Мисс Фэй, как она? В плане... Как мистичная Майя? Она вернулась в наш мир. Мне удалось разорвать её контакт с духом. Я хочу её увидеть. Пожалуйста. Она ещё очень слаба. Прошу вас подождать снаружи, пока ей не станет лучше. Ладно, ждать так ждать. Полиция на месте! Извините, что задержался! Как? Опять-то? Детатив Гамшо, а вы-то откуда в такой глуше? Да, по командировке. Вот так совпадение. О, приятель! Так, ладно. Пора осмотреть место преступления. Потом буду всех допрашивать. Так что никуда не уходить. Понятненько. Чё-то он так ухмыляется. Позвольте сопроводить вас на место преступления, детектив Кунжут. Па! Блядь. Как же это? А-а-а! Ам, вообще-то я гамшо! Они ушли в зал для призыводухов. Кажется, самое время поговорить с остальными. Ну, давай на террасу. А, боковая комната? Хм, тут больше никого нет. Вам, типа, нужна помощь? Блядский рот. Ай! То есть... Сейчас же, типа, всё начнётся, да? А что начнётся? Ну, типа, сеанс. Сеанс? А, вы про это не понимаете. Тут кое-что произошло. Что? Я, типа, не догоняю. Здесь произошло убийство. Но поводов для паники нет. Не переживайте. Типа, тут кого-то убили, да? Да, именно так. Ой, ничего себе, ну это же, типа я даже не могу слов подобрать. Типа полный отстой. Ага. Какой богатый словарный запас. Ой, простите, я забыла типа представиться. Меня зовут Инейника. Я студентка приехала изучать парапсихологию. Парапсихологию? Ага. По-моему, это называют оккультизмом или типа того. Ну там спиритизм, медиумы, всякие там экстрасенсы, вот это вот всё. Список странных личностей продолжает расти. А я Феникс Райт. Адвокат. Так, ну что ж, у нас есть традиция. Мне типа очень жаль, но я не очень умненькая. А я заметил. И не догоняет, типа в чем прикол? Ммм, почему мне кажется, что она просто притворяется? Да вообще насрать. Так, давайте поговорим. Так, зачем вы сюда приехали? Ну, типа, это я рассказал о доку про деревню. Он спрашивал, не знаю ли я, типа, хороших медиумов. Хмм, кажется, доктор Скельб что-то такое говорил. Я типа спец по общению с умершими и всякой такой шняги. Ясно. А почему вы тогда легли тут спать? Я мне типа поплохела. Что? У меня типа аллергия на кунжут. Что? Наверное, он был в каком-то изблюдный обед. Ааа, не позавидуешь. От этого мне стало плохо, и я типа ушла спать. И столько продрыхла, что все пропустила. Да, в натуре. Значит, вы все это время здесь спали? Ага, ушла прямо после обеда. То есть вы ничего не знаете про убийство? Чего? А, убийства нет. Я типа вообще не в курсе. И кого там убили? Хирурга, по просьбе которого вызвали духа. Его звали Фауст Скельб. А? Жертва. Доктор Скельб был вашим знакомым, верно? Ааа! Не знаю я никаких Скельбей. Серьезно? Вы же сами мне о нем рассказывали. Кто? Я? Ну, а, типа, когда-то давно. Я лечилась за него в клинике, вот. Ты чувствуешь, что она что-то скрывает. Да неужели? Так, ну, хату мы уже осматривали. Эм. Блин, а я не знаю. Мне типа очень жаль, но я не очень умненькая. И не догоняю, в общем, прикол. Мм. Я понял, пока ничего больше. Ладно, давай на террасу. Нидуша, как обычно. Ааа! О, п-п-привет. Как твои дела? Тебя зовут Камела, верно? Хм. Малчим, значит. Что это у нее в руках? Выглядит знакомо. Сейчас она охренеет. Она охреняла в натуре. Да что не так? Ей запретили играть с острыми предметами, и ее напугала моя прическа. Аж так и не поговорили. Или это так и должно было быть. Непонятно. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Эй, тебе сюда нельзя Детектив, я должен с вами поговорить Неужели не понимаете? Слушай, не смотри на меня так Я ж не бесчувственный пень Это мы уже выяснили Тупенький, но хороший Ладно, приятель, так и быть, отвечу на пару вопросов Зареча есть Слушай, приятель, у меня сейчас времени в обрез Позже посмотрю, ладо Даже мельком не гляну Всем насрать на значок Хотел спросить про Майю Не хочу расстраивать, приятель, но Убить доктора Скиль помогла только она, как ни крути В комнате было только два человека Майя и погибший Но Майя же Поговорим о ней позже, приятель Сейчас мне надо закончить сбор улег Детектив Гамшуй сейчас прямо вылитый профессионал Правда, в лице все же проглядывается привычная непосредственность Значит, доктора Скильпа застрелили из револьвера В него стреляли, да Пуля попала в лоб Но Но ему еще нанесли удар в грудь ножом Ножом? Скорее всего, начала его Сначала его ударили ножом А потом выстрелили в лоб Убийство произошло прямо за дверью Тут кто угодно испугается до полусмерти Добре Я слишком молода, чтобы умирать Аааа, ты че так пугаешь? Это я-то пугаю? Да я из-за тебя сейчас чуть не посидела Хорошо, что меня так просто не пронять Не то было бы прям одним трубаком больше Я понял Есть какие-нибудь мысли? Да не, кажется, нет Ну разве что Чего? Да кишка у меня тонка для такого вот чего В смысле? Прокляхи, призраки, всякая прощая нечисть Для меня это слишком Что значит слишком? Да слишком страшно, в смысле Страшно быть оккультным фотографом Ну и я эту мистику буду лучше селебрити фоткать Решила пойти по более безопасной дороге? Больше гламура, меньше крови Что? Ах да, вспомнила Что вспомнила? Мне же далось сделать пару шикарных фоток Что? Ты что, тоже забыл? Я сделала пару фоток с места преступления Блин, точно же Целых две Убийство в мире духов Как звучит, а? Настоящая сенсация Да, бре Звенейно, моя журналистская чайка меня Просто переполняет Потом еще потолкуем У меня все горит Даже очко Еще я этим копам покажу Ахахахаха Ахахахаха Даже не знаю кто страшнее Дебри Или духи И почему я вдруг испытал острое чувство дежавю Блядь, ну и куда идти? О, мадам, вы как раз вовремя А по какому поводу типа шум? Прошу вашего внимания И ты тоже слушай, приятель У меня тут важная информация Короче, судя по всему, расследование затягивается Причём довольно основательно Не самые приятные новости, но ничего не поделаешь Предлагаю всем переждать ночь под крышей особняка Фэй А чё, есть выбор какой-то, что ли? Какой ужас, не думал, что этот день закончится вот так Полиция задержала Майю и увезла в участок А меня ждёт бессонная ночь Двадцатая июня, восемь ноль два Особняк Фэй, зал для медитации Уже утро, видимо, я всё-таки задремал Надеюсь, Майя в порядке Надо скорее к ней в следственный изолятор Ни-ни-ни-ник, ни-ник Я... Майя Что мне теперь делать? Я даже подумать не могла, что всё так и вернётся Майя, постарайся успокоиться Сделай глубокий вдох Я как будто попал в прошлое В тот момент, когда мы с Майей впервые встретились Видев, всё началось именно здесь В следственном изоляторе Мы... Мы наконец-то снова увиделись И... Ты ни в чём не виновата Это была не ты Нет, это я Это была я Это я его убила Но это была не ты Неважно, с тем же успехом могла быть и я Я была слишком слаба И потеряла контроль над призванным духом И потом... Я ещё не успел толком ознакомиться с делом, но... Ник, ты не обязан меня утешать Не надо, я всё понимаю Эх... По-моему, самое время показать ей мой значок Прости, Ник, но я правда не знаю, что об этом рассказать Ладно, ничего Значит, ты теперь мастер Курейнской школы спиритизма Или что-то в этом роде Ну, по сути, сейчас этот титул носит моя мама Но так как он передаётся от матери к дочери То когда-нибудь я и им встану И я им встану Знаешь, многие говорят, что общаться с духами невозможно И что это мистификация, всё Ну, ты же в нас веришь, да? Да Потому что собственными глазами видел, как это происходит Когда Майя вызывает дух умершего У неё меняется не только голос, но даже лицо и телосложение Такое всегда происходит во время сеанса И вчерашний день не стал исключением Доктор Скельб говорил, что хотел вызвать дух медсестры Получается, тело Майи приняло её физические черты Черта Что именно произошло в зале для призыводухов? Мы с доктором Скельбом вошли в зал, и я заперла дверь И села рядом с ним Так Мы закрыли глаза, и я начала ритуал Звучит довольно жутко Словно начало какой-то страшилки Это всё, что я запомнила Как так? Когда в моё тело входит дух, я... Теряю из себя, как будто падаю в обморок И больше ты ничего не помнишь? Когда я очнулась, меня уже держала тётя И я увидела кровь Вся одежда была в крови Хм... А, погоди, я вспомнила Мне что-то приснилось Приснилось? Что там приснилось-то? Что тебе приснилось? Когда ты призывала духа? Эм... Я не очень хорошо запомнила, будто бы... Будто бы я умерла, и меня положили в гроб и закопали Я не могла пошевелиться, ничего не могла сделать Казалось, что я вот-вот задохнусь И потом я проснулась То есть её ещё живой похоронили, медсестру Жесть! Я... Я понял Даже не знаю, что на это сказать А доктор ей чётко льнул, и она была как мёртвая, но живая Ещё там пахло чем-то знакомым Под землёй? Да Не могу сказать точно Что это был за запах, но я уже где-то его чувствовала Думаю, на данный момент пока всё Майя Я к тебе ещё зайду А пока меня не будет, прошу Подготовь документ, хорошо? Что? Какой документ? Которым ты просишь, чтобы я защищал тебя в суде, разумеется А? Но Что-то не так? Ты серьёзно? В плане, я же виновна, я убийца Приговор ещё никто не вынес Но это была я, Ник Я убила его своими же руками Майя, прошу, не надо Бесполезно Если ты будешь меня защищать, то проиграешь, я уверена Пожалуйста, хватит Помоги мне Ник, помоги, мне страшно Не бойся, я тебя не брошу Когда состоится сон А вот ответ на этот вопрос мы узнаем уже в следующий раз Сегодня будем заканчивать, так что всем спасибо за просмотр И всем пока Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok